Владислав Поляковский более 10 лет занимается вопросами альтернативной истории и исследованиями в области цивилизационной деятельности человечества. Мы пригласили его на сегодняшнюю программу, чтобы он рассказал о своих работах, по возможности наиболее глубоко осветил эти очень сложные вопросы, сложные для понимания простого человека. Вот, например, мне многие вещи до сих пор непонятны, хотя я несколько раз слышал, слушал Владислава, читал его книжки. Здравствуйте, Владислав. Расскажите, пожалуйста, о базисных положениях своей теории. Попытайтесь развеять туман, который есть хотя бы у меня в голове. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Владислав Тадеушевич Поляковский. Я исследователь древности и среди вековья. В воле и условии среди всего исторического течения, среди всех исследователей, которые считают себя представителями естественных наук, имеют диплом с высшим техническим образованием, мне выпало одно большое счастье. Мне выпало одно счастье первым быть приглашенным на соискание на защиту ученой степени кандидата исторических наук. Вся история с приглашением на защиту диссертации вашего покорного слуги в Российский Университет Дружбы Народа заслуживает отдельного рассказа. В любом случае, она обнаружила многие достоинства и многие недостатки, как традиционной российской исторической школы, так и в тот момент находящаяся в состоянии становления российской междисциплинарной естественно-научной школы. В этом случае тема отдельного рассказа, для которого, я надеюсь, в данном цикле найдется место. Пожалуй, единственный положительный выход – это выход в свет. Научно-популярная версия диссертации в виде книги «Как возникла глобальная хронология» вышла в свет. Случилось после того, как вышел в свет мой второй книгоиздательский проект «Словарь святого Иеронима». То, как я пришел сюда, в российский исторический альтернативизм, это случилось где-то примерно 10 или 12 лет назад. Альтернативизм или исторический альтернативизм в ряде случаев термин не самый точный и не самый удачный. Но как раз за 13 лет с момента съемок этого видеоматериала утряслось и все больше и больше завоевывать пространство другое название. Российская междисциплинарная естественно-научная школа. Аббревиатура «РМЕШ». После ознакомления с трудами классиков российского альтернативизма, а именно с работами Анатолия Тимофеевича Фоменко и Николая Александровича Морозова, я оказался в этом сообществе, в этом течении. Постарался быть на гребне волны того информационного взрыва, который во всей исторической науке был сделан российскими и зарубежными исследовательными представителями, в основном, естественных наук. После ознакомления с их трудами ваш покорный слуга немного немало себя в этом увидел и решил попытать себя в этом безбрежном океане, который из себя представляет весь космос, весь безбрежный мир древности и средневековья с его тайными загадками, шифровками, недомолвками. В кратчайшее время достаточно быстро вырисовалось, что заниматься какими-то исследованиями в этой области абстрактно, к величайшему сожалению, нельзя. Нужно в обязательном порядке в этой области заниматься исследованиями, поставив перед собой некую конкретную цель. И каждый из членов нашего сообщества попытался поставить в своих изысканиях какую-то цель. Например, Сергей Иванович Валянский поставил перед собой цель издать как можно более полную и подробную биографию Николая Александровича Морозова, а также издать наиболее полное издание его трудов, что ему в принципе удалось. Александр Александрович Урмынский поставил перед собой наиболее четко, наиболее грамотно с точки зрения бизнеса организовать издание и торговлю произведениями историков-альтернативистов, что ему тоже удалось. Что касается Игоря Владимировича Давыденко, а также Ярослава Аркадьевича Кеслера, его младшего научного сотоварища, который был вовлечен в орбиту его научных интересов. Они поставили перед собой задачу создать технологическую схему реконструкции истории человечества. В частности, они поставили перед собой целью нарисовать историю ведения в оборот каждого без исключения человеческого артефакта. Ну, например, для конкретности, каким образом мог возникнуть, к примеру, этот стол. Для того, чтобы был этот стол, нужно, во-первых, дерево. Дерево, оно рубится в дикой природе, это более-менее понятно. Для того, чтобы его обработать, нужны какие-то инструменты, причем инструменты металлические. Для того, чтобы были металлические инструменты, нужно умение обработки металлов. Для того, чтобы было умение обработки металлов, человечеству должно пройти некий генезис развития металлургии. Такова была задача Игоря Владимировича Давыденко и Ярослава Аркадьевича Кеслера. С мятежки зрения, они во многом, во многом с этой задачей справились. В принципе, ваш покорный слуга чувствует себя в известной степени преемником того импульса, который исходил из их работ. Я, соответственно, поставил перед собой несколько иную задачу – попытаться разобраться в вопросах именно хронологии. То есть, я попытался ответить, если мы сейчас живем в 2010 году, господа, простите, откуда берется номер 2010 в том великом историческом периоде, в том великом астрономическом явлении, которое называется «Солнечный год», и которое, в конце концов, считается всем человечеством, которое играет неотъемлемую роль в хозяйственной, экономической, политической, культурной и других проявлениях нашей жизни. Ну, естественно, этот вопрос можно задать не только к 2010 году, можно задать, почему, например, был присвоен именно этот номер года, к примеру, 1801, 1735, 1600 году, 1400, 1125 и т.д. и т.п. То есть, в конце концов, каким образом возникла глобальная хронология, то летоисчисление, которое в гностических кругах называется новой эрой, и среди некоторых исследовательских групп называется оно общей эрой, то летоисчисление, которое в церковных кругах, называется летоисчислением от Рождества Христова. Таким образом, собственно, оно возникло. Ну, естественно, при этом возник бы вопрос, каким образом возникли глобальные исчисления в ряда других эр, которых ряд исследователей, к примеру, американский исследователь Беккерман насчитывает более 200. То есть, как возникло летоисчисление в годах хиджеры, которые пользуются в мусульманском мире, это вторая по популярности эра летоисчисления от Рождества Христова, которая принята во многих странах. Остальные эры летоисчисления, увы, увы, следует признать или маргинальными, или локальными. В частности, никто не станет сейчас на полном серьезе считать от сотворения мира, когда популярна эта традиция не была, никто не станет на полном серьезе считать от какого-то великого политического события в том или ином государстве. В лучшем случае идет традиция празднования праздников, годовщин и юбилеев, связанных с этим событием. Мне частично помог мой образ жизни, который, в принципе, частично помогло само научное сообщество, которое сполна эксплуатировало мое польское происхождение. Соответственно, после того, как мне позадавали ряд вопросов, узнавали о моем отчестве, был ряд вопросов, почему у тебя отчество Тадеушевич. Быстренько выходило на поверхность моего национального происхождения, быстренько задавались вопросы, знаю или не знаю я латынь. Это привело к тому, что я до некого ненулевого уровня довел свое знание латыни, соответственно, по крайней мере, до не сильно уж хорошего, но до такого уровня, что было не стыдно. Именно так достаточно быстро появился мой первый переводческий проект с латыни, а именно словарь святого Иеронима. И это, в принципе, мне позволило не пасовать перед многими произведениями на этом языке. В этом смысле я благодарен моим русским ластотоварищам по исследовательской работе. Я очень благодарен, мне было указано совершенно правильное направление, которое я попытался отработать, по которому я попытался не ударить лицом в грязь. Это с одной стороны. С другой стороны, сыграло роль некую то, что я прирожденный формалист и бюрократ, и как прирожденный формалист и бюрократ я свой путь в науке начал с разработки определенного логического формализма, который сходу назвал «Логический формализм реконструкции истории человечества». А теперь давайте, собственно, возвращаемся к основной теме нашей телепередачи, а именно, как возникла глобальная хронология. Итак, что касается глобальной хронологии в целом, мы сразу можем сказать, почему мы верим и почему мы не верим, и в какой степени можно верить традиционной исторической науке. Что касается традиционной науки и исторической науки в целом, ситуацию с ней нужно назвать и нужно охарактеризовать как в известной степени сложной. С одной стороны, лозунг исторической науки, он очень простой. Это реконструировать историю человечества строго с опорой на источники. Владислав Тадеушевич двумя руками за, он поднимает обе руки вверх. С другой стороны, совершенно четко историческая наука говорит. Уважаемые господа, есть источники нарративные. Собственно, что такое нарративный источник, всем историкам, профессионалам рассказывать не надо. Это нарративный источник, то же самое, что повествовательный. Об этом нужно разве что рассказать массовому зрителю. Есть источники актовые. Что такое актовый источник, как лучше всего об этом сказать? Дело все в том, что акты это некие действия, то есть источники, которые описывают некие действия. В данном случае, или действия в жизни деловой, или действия в жизни государственной. Например, самый популярный из всех актов это судебные акты. Они просто обязаны сохраняться долго, ну, к примеру, те или иные судебные дела. Материалы этих или иных судебных дел, или, например, государственные указы, государственные распоряжения. По своей природе, по своей юридической природе, по своему влиянию на жизнь общества. Поскольку они решают то ли материальные, то ли юридические вопросы. Они в обязательном порядке должны храниться долго. Они играют очень важную роль в жизни общества. Именно поэтому они должны храниться долго. Это с одной стороны. С другой стороны, их, если говорить с точки зрения не лучших тенденций в исторической науке, все вот эти исторические акты, их достаточно тяжело подделать в большом количестве. К примеру, от нарративов. Нарративов достаточно легко какому-то опытному литератору адаптироваться в слогу той эпохи, достаточно легко обладать системой глаголов, прилагательных имен существительных, предлогов, потяжей, лексики, заимствованной из других языков, и тем самым создать характерный стиль той эпохи. Или стиль приписываемой той эпохи. Для литературных объединений это в известной степени является одним из литературных упражнений, это в принципе, мои те коллеги, которые являются профессионалами, писателями, литераторами по профессии, это могут подтвердить. В литературных кружках это одна из дисциплин, это один из рабочих приемов. То есть, таким образом, возникает следующая проблема. У нас есть определенный нарратив, который с точки зрения стилистики, а также с точки зрения примерного представления о материальных свидетельств той эпохи подделать достаточно легко. Или реконструировать, можно какое угодно, можно более жесткий глагол применить, можно применить более мягкий глагол. Что касается нарративных, то есть повествовательных источников, самый популярный для русскоязычной публики из повествовательных источников, это всем известный летописи, самый популярный из таких же источников, известный для европейской публики, это хроники. К примеру, хроника царствования Генриха II, или хроника царствования Людвига Бабарского, или львовская летопись, это примеры нарративных источников. Здесь у нас получается один очень интересный момент. Есть ряд исторических эпох, которые совершенно замечательно описываются нарративами. Над этими нарративами ряд историков просто трепещет и всячески призывает к сакраментальному отношению к этим нарративным источникам. В то же время, эта эпоха абсолютно никак не поддерживана массовыми актовыми источниками. То есть уже у нас получается определенный легкий конфликт. А ведь, похоже, нам удалось нащупать не только точку конфликта, нам еще удалось нащупать источниковеческий критерий рубежа хронологической достоверности. Термина, который регулярно будет проскакивать в работах представителей российской междисциплинарной естественно-научной школы. Всегда возникает вопрос у тогда нормального исследования. Хорошо, господа. Если у нас есть один лозунг, опоры жестко в обязательном порядке как на нарративные, так и на актовые источники, тогда возникает вопрос, как выглядит вообще в исторической науке отдельное вкрапление актовых источников. Историческая наука отвечает. Основной массив актовых источников при движении от наших дней вглубь веков прекращается где-то на рубеже 14-15 веков, особенно датированных от Иисуса Христа. В тот момент католическая церковь имела еще ряд нерастраченных амбиций, такой институт себя в известной степени не изжил. Оно, по сути, представляло из себя то же самое, что сейчас из себя представляет ЮНЕСКО. Тогдашние деятели католической церкви позиционировали себя как носители ряда идей просвещения. И, соответственно, это 1431 год. Мы идем дальше вглубь веков. Мы имеем совершенно неплохую эпоху, насыщенную актовым источником, которая попадает на эпоху Карла Великого для людей, которые не ускучены в мировой истории. Я напомню, это район примерно 800 года, то есть конец 8 века, то есть вторая половина 8 века, первая половина 9 века. Это с другой стороны. С третьей стороны, соответственно, взор падает на Древний Рим, Древнюю Грецию, Древний Египет, Древнюю Инди и прочие источники. Здесь, увы, увы, увы. Что касается Древней Греции, есть одно очень интересное откровение одного из крупнейших ленистов современной эпохи. Высказано на страницах книг «Занимательная Греция», что актовые источники по Древней Греции нельзя интерпретировать как некий непрерывный поток. Их скорее можно интерпретировать как отдельные звездочки на очень и очень темном небе. С Древним Римом ситуация не лучше, с Древним Египтом ситуация с точки зрения наличия источников значительно лучше, но здесь возникает проблема немножко другого характера. Древний Египет начинает исследоваться строго со второй половины 19 века. И о нем европейская общественность узнает об этом потоке источников строго со второй половины 19 века. В дебри египтологии влазить очень не хочется, эта тема сама по себе очень обширная и очень емкая. У вашего покорного слуги по теме Египта есть одна работа с очень заманчивым названием. Что нужно знать о так называемом Древнем Египте. В данном цикле лекций мы обязательно постараемся одну из лекций цикла посвятить специально так называемому Древнему Египту. И разумеется вкладу Египта в календарную культуру. Хочется выразить надежду, передаем уважаемым телезрителям, что я попытался очертить то, что я очертил. И так почему-то у нас получается вот такой вот рубеж. Это для 14-15 век, это для европейского источника ведения. Что касается российского источника ведения, увы, 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 мы вынуждены этот рубеж перенести на более поздние эпохи. Владимир Андреевич Кучкин, один из крупнейших источников ведов современности, один из крупнейших специалистов по истории России, насчитывает около 3000 актовых источников на период до 1500 года, плюс около 3000 актовых источников на период 16 века. Если речь идет о крупнейшей по территории стране Европы, то, соответственно, это можно смело сказать, что это капля в море. Для сравнения, примерно столько же хранится за весь 14 век в архивах итальянского города Лукка. Примерно столько же. Сравнение, это опять же, столь образное сравнение, мы опять же берем из работ Владимира Андреевича Кучкина, кстати, ныне здравствующего сотрудника Института Отечественной Истории и Академии Наук Российской Федерации. Итак, вопрос у нас следующий. Если у нас, простите, возникает год 1431, мы говорим, да, можем сказать, примерно нащупали мы, во-первых, эту эпоху первой половины 15 века, то есть можно примерно предположить некий характер процесса, а именно перед бурных, причем очень бурных дискуссий. Дискуссий настолько бурных, что мы вспоминаем, что с 1378 года по год 1417 я даже эти цифры написал бы на доске. Значит, мы проводим числовую ось. Я для пущей ясности наношу год 1431. Это первый год, дата первого эдикта, когда папа по имени Евгений, по латыни его имя писано как Элгениус, под номером он был четвертым, подписал первый эдикт, который датируется от Рождества Христова. И где-то вот здесь вот, вот здесь вот, вот эпоха Карла Великого. Я сразу опять же пишу в латинской традиции, Карлус Магнус. Это примерно эпоха 800 года, эпоха локального количества источников в этот период. И вот непосредственно перед подписанием этого эдикта идет некий очень интересный процесс в истории католической церкви под названием Великая Схизма. С 1378 года по год 1417. Значит, к сожалению, цифры у меня получаются не самыми крупными по размеру. Вот я вот условно обозначаю этот период. Этому периоду традиционная история приписывают очень бурные дебаты, очень бурные расколы, обилие переворотов, обилие взаимного непризнания, взаимонепонимания, которое в конце концов кончилось более-менее ясной, тихой, спокойной водой. И, соответственно, все-таки через 14 лет после истечения некий консенсус, некое локальное согласие было достигнуто, и все-таки некий процесс пошел. Некий процесс пошел? Теперь зададимся вопросом. Ну, хорошо, это прекрасно. А это, собственно, маленькая история, соответственно, что же говорит традиция вообще о видении или это исчисление от Рождества Христова? Официальная историческая наука, мы опять чертим временную ось, наносим на нее букву Т, обозначающую время. Дело все в том, что историческая наука, опять, наносим 1331 год, полгода, где-то примерно 6 веку нашей эры, приписывается жизнь одного достаточно интересного монаха, ему приписывается скифское происхождение. Вот так он пишется в латинской традиции. Значит, в русской традиции он переводится то ли как Дионисий Малый, то ли как Дионисий Ничтожный. Ваш покорный слуга склоняется ко второй версии перевода его имени. В чем есть заслуга, приписываемая этой персоне? Его заслуга состоит в том, что он занимался составлением пасхали. Что такое пасхали, я обязательно расскажу в течение нашей сегодняшней телепередачи. И он в результате пересчета этих пасхалей в один прекрасный момент принял решение их датировать не от императора Диоклетиана, которому традиционная историческая наука приписывает гонение на христиан, а он принял решение пересчитать в годах от Иисуса Христа. И вот таким образом в начале 6 века, около 532 года, около 525 года, приписывается тот величайший акт, когда он представил общественности впервые пасхалию просчитанного от Иисуса Христа. Вот, соответственно, такие вот события у него произошли. Теперь, что произошло дальше? Дальше он был введен научный оборот его преемником. Его имя пишется как Беда Венера Би Лис с одной маленькой проблемой. И сам Беда Достопочтимый и его произведения стали известны исторической науке только в 16 веке. Только в 16 веке, и это было уже конкретно в эпохе Жозефа Жуста с коллегией. И, соответственно, сразу же у нас выстраивается совершенно четкая, но, к сожалению, жестокая по отношению к традиционной истории цепочка событий. То есть эта легенда, в конечном счете, где они все иничтожены, выпала на поверхность строго в 16 веке. К величайшему сожалению. Ну и тогда возникает напрашивающийся вопрос. Хорошо, мы к этому легенде относимся как к легенде. Если до нас донеслась только легенда, то, к величайшему сожалению, до нас вряд ли донеслось что-то другое. И возникает вопрос, можем ли мы провести некоторые логические рассуждения, чтобы независимо от этой легенды, независимо от этого легендарного материала, как-то прийти к определенным выводам о возникновении этой самой глобальной хронологии. Все эти рассуждения, а также рассказ о легендарном материале будет находиться в книге «Как возникла глобальная хронология», которая сейчас сверстается и в ближайшее время выйдет свет. Частично они есть в недавно вышедшей книге «Рыцарь Лады». Эта книга «Рыцарь Лады» немножко посвящена другому вопросу, а именно реконструкции истории человечества без опоры на источники. Но, тем не менее, в этой книге есть специальная глава, посвященная становлению хронологии. Давайте себе представим человечество, которое пребывает в дичайшем состоянии, то есть в состоянии борьбы за существование с дикой природой. Наступило время весьма и весьма комического пассажа, весьма и весьма комической ситуации. Дело все в том, что сейчас те рассуждения, которые пройдет ваш покорный слуга, очень похожи на те рассуждения, которые проводил господин Карл Маркс в своем творении под названием «Капитал». И там, и там рассматривается человечество просто на заре своего существования, и и там, и там, в результате этих рассуждений появляются прибавочные продукты. Вопрос очень простой. Был ли господин Маркс тем, кто в возникновении первого в истории человечества прибавочного продукта проводил рассуждения впервые? Любые продукты, которые у него получаются, оно направляет на непосредственное потребление. То есть, к примеру, если они в лесу в результате охоты убили кабана, они кушают этого кабана. Если они насобирали большое количество орехов, они в течение ближайшего явственного мнения до ближайшего урожая этих самых орехов потребляют эти орехи. Соответственно, кабан приведен в качестве примера охоты. Орехи приведены в качестве примера продукта растениеводства. Соответственно, кабан приведен в качестве примера продукта охоты. И в один определенный момент, соответственно, человечество осознает, что оно достаточно чувствует себя достаточно сильным, чтобы производить и управлять большим количеством продуктов, чем они могут пускать, чем оно может себя пускать на непосредственно потребление. То есть, у нас появляется то, что политэкономия диалектическая называется прибавочным продуктом. И у нас появляется этот самый прибавочный продукт, ну и что появляется после этого? После этого у нас руководство нашего племени долго думает, а что же делать с этим прибавочным продуктом? Вопрос, можно ли его как-то использовать? И над этим вопросом оптимального использования этого самого прибавочного продукта идет очень много дискуссий, на это, соответственно, вырисуется определенное количество претендентов. И один претендент за другим выражает те или иные планы смелые по использованию этого продукта. И что касается тех или иных планов смелых по использованию этого продукта, у нас есть два претендента, грубо говоря. Каждый из них выражает претензии на то, что он возьмет стадо в 100 баранов, он даст приплод 20 баранов, а отдает в качестве приплода, возвращает племени за один год. Второй эти 20 баранов в качестве приплода возвращает племени за два года. Вопрос, кто из них использует этот самый прибавочный продукт для конкретности в количестве 100 баранов более эффективно? Итак, в данном случае в роли прибавочного продукта выступают бараны. Ответ очевиден. Тот, который возвращает эти самые 20 баранов в значительно более короткий срок. То есть у нас, начиная с этого момента, им говорят, господа, все очень хорошо, давайте сейчас мы замерим какой-то момент, начальный момент времени, который был бы понятен и для вас, и для нас. Вы берете, вы берете у нас этот обобщенный продукт в некое пользование и возвращаете его в неком необходимом количестве. Тогда, пожалуйста, давайте мы зафиксируем этот момент времени в качестве начала счета. То есть момент начала счета. Ну и давайте как-то проведем ось в времени Т, ну и давайте как-то фиксировать текущие моменты времени. Момент Т1, момент Т2, момент Т3. В течение которых вы должны будете демонстрировать свою экономическую эффективность. Ну или неэффективность, в противном случае. И вот таким образом возникает то, что называется локальная хронология. Это если не вдаваться во всякого рода астрономические особенности. И остановился чисто на экономике. А что касается астрономических особенностей этого процесса, естественно, возникает дискуссия, господа, если считать год, то считать год так. И тут человечество начинает обращать внимание на небесные светила. Что касается небесных светил, у нас их легко наблюдаемых только два. Достаточно легко наблюдаемо такое небесное светило, как Солнце. Всем не нужно рассказывать, что такое Солнечный день. Мне достаточно легко наблюдаемо такое небесное светило, как Луна. Никому не нужно объяснять, что такое Луна. Абсолютно. Что касается других небесных светил, то увы, увы, увы. Марс, Венера, Юпитер, другие планеты Солнечной системы, увы, увы, увы. Они наблюдаются значительно хуже и значительно менее регулярно. Именно поэтому они во острых астрономических наблюдениях и в хронологии начинают играть ни в коем случае не главную роль, они начинают играть роль вторострого-второстепенную по отношению к Солнцу и Луне. И именно поэтому наблюдается вот этот вот самый момент начала счета, и возникает вопрос, собственно, а что считать. То есть, соответственно, предметом дискуссии является, первое, соответственно, фиксируемый период, и что еще интересует номер года в текущем периоде. Если исходить из того, что диктует окружающая природа, астрономические явления, которые наблюдаются на экваторе, а именно на экваторе наблюдается полное отсутствие такого понятия, как легко фиксируемый солнечный год, поскольку там каждый день имеет абсолютно одинаковую продолжительность. Абсолютно диаметральную противоположность к экватору представляют из себя полюса северный и южный. Там день идет полгода, ночь идет полгода, соответственно, всем известны эффекты полярного дня и полярной ночи. Ну и в поле нашего внимания, соответственно, если мы рассматриваем процесс человеческих цивилизаций, развитие все-таки в умеренных широтах, в умеренных широтах наблюдается такое совершенно замечательное явление, как ярко выраженное астрономическое лето, ярко выраженная астрономическая весна, ярко выраженная астрономическая осень, Ярко выражена астрономическая зима. Значит, астрономическую осень, астрономическую весну определить достаточно легко. Это период, когда солнечный день увеличивается, или наоборот, когда солнечный день спадает. Все это достаточно легко, просто, элементарно зафиксировать. И именно поэтому всегда достаточно удобно фиксировать некий момент года, некий момент итогового расчета. Чем удобно зафиксировать момент итогового расчета и зафиксировать ее как-то более-менее астрономически явственно, при этом не возникает необходимости конкретного расчета каждого без исключения дней. То есть, что можно легко посчитать? Можно легко посчитать лунные месяцы, можно легко посчитать, сколько их в солнечном году. Их у нас окажется в результате этих расчетов, что их от 12 до 13. Можно зафиксировать какой-то явственно легко ощущаемый астрономический момент. Например, зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, весеннее равноденствие, осеннее равноденствие. С той точки зрения, что периодом оживления хозяйственной деятельности является именно весна, достаточно удобно считать, например, в качестве такого дня весеннее равноденствие. Вот, тем самым подошли к одному совершенно замечательному празднику, который доселе празднуется к всем человечествам, а именно Пасха. И мы, с точки зрения экономики, мы пришли к такому легко понимаемому понятию, как солнечный гутер. Дамы и господа, очередная вставка. Пасха в классическом виде празднуется в первое воскресенье, после полнолуния, после весеннего равноденствия. Я продолжу хронологию. Начнем с того, что касается временной лета исчисления, возникает этот самый год, это солнечный год, так наиболее хозяйственный вероятный период. И возникает энд. Ну и, соответственно, возникает текущий фиксируемый период. Вот у нас, пожалуйста, момент начала счета. Это у нас тут. Человечество еще не осознает, что это ноль. Число ноля в математике было введено не очень легко, но я на всякий случай возьму на себя отвагу нарисовать этот самый нолик здесь. Тот факт, что этот номер года N, он для всей общины, для всей системы, он легко понимаем, легко воспринимаем и легко ощущаем. И с этим нет абсолютно никаких проблем. Я говорю, что в качестве номера года N наиболее вероятен солнечный год. Это, в принципе, было не всегда так. Иногда всякого рода эстеты от экономики договаривают, что все-таки будет у нас идти счет по кварталам. Может быть, это было легко. В любом случае, первая система счета под названием локальная хронология возникла. И для хронологии какой-либо из четко очерченных общин, где начал уже вырабатываться, начало демонстрировать свой прибавочный продукт, первый год летоисчисления N у нас совершенно четко N новое равен 0. Итак, необходимость считать единицы самого продукта приводит к развитию такой области в истории человечества, как математика, в такой области знаний. Необходимость считать время, за которое расходуется этот продукт, в конечном счете приводит к развитию такой области человеческих знаний, как хронология. Значит, наш земной шар к счастью достаточно велик, чтобы на нем жила община больше, чем одна. И рано или поздно какая-то соседняя община по тем или иным причинам то же самое достигает того же самого состояния, когда у них то же самое появляется некий прибавочный продукт. И то же самое в результате появления этого прибавочного продукта у них то же самое появляется своя собственная система локальной хронологии. Значит, я слово община назову букву G. У вас, уважаемые телезрители, можно вызвать какую угодно ассоциацию. Можно от слова group английского, можно от немецкого слова g9 община, как угодно. Соответственно, у нас есть группа G1, группа G2 и т.д. и т.п. Для каждой из них на какой-то конкретный момент времени t мы опять чертим временную ось. На этой временной оси мы, соответственно, для конкретности иметь время t1. Вот этот самый момент времени t1, которым фиксируем для конкретности. Здесь совершенно четкая система начальных номеров года, то есть n нулевой для первой общины, n нулевой для второй общины. И совершенно четко считаемые периоды t для первой общины и t для второй общины. Это период. Это или солнечный год, или солнечный месяц, или день, или минута, или секунда. Как кому нравится, но наиболее вероятен все-таки солнечный год из экономических соображений северного полушария. Я опять же хочу повториться. Я не хочу рассматривать ни общины, которые живут за полярным кругом, ни общины, которые живут в районе экватора. Это, в принципе, в известной степени две экстремальные зоны. Я с большим уважением отношусь к теми цивилизациям, которые возникли в экваториальной зоне. Но я хочу выразить надежду, что их экваториальность не явилась главным фактором в развитии мировой цивилизации. Что все-таки цивилизация, в основном, она возникла в умеренных широтах, естественно, ощущаемых солнечных днем. Поэтому t1, оно скорее всего совпадает с t2. Но, что интересно, в общем случае, эти номера, n нулевое для первой общины, если они будут счеты для второй общины, они в общем случае-то и не равны. С какой стати им быть равными? Ну, простите, но мы можем легко рассматривать выборку, допустим, из 200, из 300, из 1000 чисел, такие 200, 300 или очень много шариков. Мы берем наугад два шарика. Сперва один раз, соответственно, мы выбираем шарик. Потом второй раз из этого же мешочка или из этой же коробочки выбираем шарик. Вопрос. Какая вероятность того, что номера этих шариков совпадут? Ответ. 1,2 или 1,3? Вопрос. А какая вероятность того, что они будут различными? Ответ. 199,2 или 299,3? Ну, в данном случае почти единичка. То есть, в общем случае, они номера, в общем-то, и не совпадают в этих хронологических системах. И вот, когда между ними возникает какой-то товарообмен, то в процессе возникновения этого товарообмена, они рано или поздно приходят к выводу, что они должны пользоваться какой-то единой, понятной друг для друга системой. И вот при этом возникает вопрос, с какой это стати? Люди из второй общины должны быть в компетенции хронологии первой общины, и люди из первой общины должны быть в компетенции хронологии второй общины. Во-первых, простите, это государственная тайна, с одной стороны. Во-вторых, вопрос престижа. Всегда возникнет, соответственно, вариация на тему элементарного престижа. Стоп, ребята. Я по этой системе не считаю, соответственно, простите, я выше этого. Соответственно, она не наша, и, соответственно, эти же упреки адресуют членам этих общин в адрес друг друга. То есть, ответ, нужно будет, нужна какая-то общая международная система. Теперь тогда возникает вопрос, а как должна выглядеть эта самая международная система? Сразу же на эту международную систему, помимо всего прочего, накладываются, естественно, те же самые условия, как и накладываются на каждую из локальных систем. А именно, легко и просто понимаемый период, соответственно, должно быть понятно. Соответственно, если мы говорим, мы живем в 50-м, или в 550-м, или в 5550-м году, то, в принципе, эта цифра должна быть понятна для всех остальных, с одной стороны. С другой стороны, мы вспоминаем одну из фатальных особенностей учета. Каждый из этих общин, особенность учета состоит в том, что они писали совершенно четко. Они писали или год из какого-либо определения. Ну, например, подписано 30-го года, 3-го месяца. Всем членам общины понятно, что это за 30-й год, что это за 3-й месяц. То же самое, этот же год, к примеру, 2-й община характеризует цифры 50. Это было в 50-й год, в 5-й месяц, всем понятно и так далее. Никаких, никаких, я на что хочу обращать внимание, никаких абсолютно признаков того, что это именно какой-то то ли общий год, то ли локальный год, нет. Соответственно, если бы мы, допустим, была принята международная система с тем же самым номером года, который, соответственно, тоже был бы, соответственно, по порядку равен 30-му, или равен 50-му, или равен 150-му, если локальная хронология одной из этих общин доросла до этого номера, то, к величайшему сожалению, очень быстро бы возникла путаница. И эта путаница, в конце концов, привела бы, в лучшем случае, к взаимонепониманиям, в худшем случае она бы привела просто бы к злоупотреблениям и нечистоплотности. Во взаимных финансовых операциях, да, нечистоплотность она приводила к вооруженным конфликтам, но вооруженных конфликтов за историю человечества было немало. В любом случае, когда после длинных, бурных дебат человечества, вы пришли эти две общины, а, возможно, даже не две, а три и более общин, пришли бы к какому-то взаимному согласию, они бы сказали совершенно четко, уважаемые господа, давайте мы сделаем то, давайте мы сейчас совершенно четко сформулируем условия нашего взаимопонимания, а именно, у нас номер года, который был бы принят, был бы значительно больше, значительно больше, чем номер года, который у нас по каждой из хронологий. Значительно больше. Совершенно не банальный вывод. Номер года глобальной хронологии, он больше, должен быть значительно больше, чем номер года, этот самый, нанесенный нами, номер Т1. Значительно больше. И когда, в конце концов, после бурных дискуссий, человечество все-таки приходит к выводу, но все-таки приходит к очень важному выводу. Что нулевой год по начальной хронологии, N0 Global Chronology, он все-таки не равен нулю. Более того, я сейчас вытираю знак неравенства и ставлю знак значительно больше. Ну, собственно, здесь уже стоит, я его просто продублирую. Он значительно больше, чем нуля. Итак, мы приходим к совершенно логичному, с одной стороны, и совершенно шокирующему, но к величайшему сожалению, определенную часть публики выводу. Что касается глобальной хронологии, то там начальный год расчета отличен от нуля. Как правило, когда ваш покорный слуга выступает с публичными докладами на каких-то лекциях, мероприятиях, где присутствуют зрители, и за зрителями он общается не через интернет, не через телеэкраны, а очно, то ваш покорный слуга делает паузу. И во время этой паузы задаются все вопросы. И теперь, соответственно, возникает другой вопрос. Если мы примерно нащупали то, что этот год значительно больше, чем нуля, то возникает вопрос, а может быть мы как-то из тех или иных исторических событий, или из истории тех или иных явлений в человеческой культуре, может быть мы можем что-то сказать более определенное? Итак, в наше распоряжение поступает Его Величество, исторический источник. Оказывается, да. Очень колоритным образом разложилась у нас ситуация по введению оборот актовых источников, то есть они датируются то ли режим 14-15 века, то ли частичность эпохи Карла Великого. А что же нам дает история человеческих календарей? А ведь календари – это очень интересный момент. Календарь, слово «календус», «календус» возникла основа «долговая книга». Достаточно интересные вещи. Кроме того, календарь – это, соответственно, некая ось, на которую все наносится, грубо говоря. Разумеется, как правило, календарь всем вам, уважаемые зрители, предстает в виде двумерных таблиц. Но! Ваш покорный слуга выдаст одну тайну. Как математик по диплому, любой двумер можно свести к одномеру, а это уже ось. И тем более интересно нам рассмотреть историю этих календарей, то есть историю возникновения осей, на которой все наносится. И тот, когда мы анализируем историю календарей, и когда мы сравниваем историю некоторых календарей, а именно историю христианского и мусульманского календарей, то мы в истории этих календарей нащупываем один очень удивительный момент. Чем связан этот удивительный момент? На этот удивительный момент обратил внимание еще Николай Александрович Морозов в 8-м томе. Дамы и господа, далее в версии работы 13-летней давности излагается тогдашняя версия догадок и предположений вашего покорного слуги на тему разгадки тайн мусульманского календаря «Лунный хиджр» на основании первоначального информационного блока, полученного из 8-го тома Николая Александровича Морозова «Христос». С тех пор прошло довольно-таки много времени, вышло две новых версии работы, более того, одна из версий работы была напечатана в журнале «Мусульманский мир», и сейчас, в настоящий момент, в данном цикле, планируется одна видеоверсия работы, посвященная специально этому вопросу. В любом случае, ваш покорный слуга принял решение не давать в новой версии материала, старую версию материала по причине его, как я уже сказал, устаревшести. Более того, ссылки на текстовую версию работы будут даны внизу материала, ну и завершить этот пассаж хочется совсем уж хвостливо. Говорить о слововении, о котором рассказал тайны иудейского и мусульманского календаря, а заодно тайны так называемой Римской империи, можно. То есть, все таким образом мы пришли к одному совершенно замечательному личному. В основном, на некоторую часть вопроса, как возникла глобальная хронология, нам ответить удалось. Вопрос, что происходит после этого? После этого все общество делится, грубо говоря, на две категории. Что касается первой из этих категорий, это категория, которая не склонна к излишнему эстетизму, которая не склонна, скажем так, к излишним поискам конвенции анализма. И появляется вторая группа, которая с такой постановкой вопроса не согласна, которая ищет, постоянно ищет правду, ищет некую истину и так далее. Далее, по ходу первой версии этого материала, идет анализ возможности влияния записи натуральных чисел в различных системах счисления и возможность их влияния на хронологию. Сейчас эта гипотеза выглядит несколько маргинально с точки зрения автора, но, тем не менее, автор видеоматериала принял решение эту гипотезу и это место из первой версии материала не удалять. Здесь я условно назвал основные даты, то есть, грубо говоря, условно попытался нанести на числовую ось, которая имеет отношение к глобальной хронологии. Ну, разумеется, как можно с трех раз догадаться, как можно, а также с одного догадаться, и на что обратил внимание, пристальное внимание, как математик по теплому ваш покорный слуга, это на всякого рода проблемы, которые связаны с пересчетом различных чисел между системами счисления по основанию 8, 10 и 12. Поверьте мне, это приводило к достаточно интересным эффектам и проливалось, верно, достаточно много. Все это есть в книге вашего покорного слуги. Там же есть достаточно интересный и фактический материал, который связан с пасхальным тоновым циклом, с двойным тоновым циклом, который связан с цифрой 38, который, в конце концов, был отражен в слегка мажорированном виде многое где. Например, в качестве времени, которое бродил Моисей по пустыне, это с одной стороны, с другой стороны, это отражено в ряду имен числительных русского языка, где слово 40 резко выпадает из ряда имен числительных. Все это есть в научно-популярных книгах. Сейчас, в принципе, здесь не очень хочется отвлекаться от главной иконы повествования. В конце концов, книга и телепередача это нечто взаимонезаменяемое, к величайшему сожалению. Но то, о чем хочется остановить. Та традиция, которая была связана с годом 1431, в конце концов, стала католической традицией от условного события под названием Рождество Христово. Тогда, соответственно, каким же образом при этом выглядела история человечества в целом? Очень просто. Мы опять рисуем ту же самую числовую ось. Эту числовую ось нам рисовать совсем нетрудно. Мела у нас хватит. Мы рисуем числовую ось. Здесь мы пишем тот период большого глобального номера. Н глобальный. Здесь ставим буковку Т. Здесь мы, условно говоря, рисуем некий нулевой номер. И сразу мы говорим, что, уважаемые господа, сознание человечества устроено таковым образом, что так или иначе возник бы вопрос, а что же происходило в районе нулевого номера? Когда тот процесс, который связан с ознакомлением с хронологией широких масс населения, охватывало бы все больше и больше. Все больше и больше таких вопросов бы возникало. Что, кстати, возникает? Возникает некий ряд событий, которые нужно отождествить с этим годом. Разумеется, событий, которые имеют ярко выраженную мифологическую окраску. И таким образом у нас возникает весь наш цикл. Возникает ключевой мифологический персонаж. Он вам всем известен. И возникает ряд событий, которые известны этим мифологическим персонажем. В данном случае это, соответственно, возникают рассказы из жизни этого персонажа. В частности, возникает тема, в известной Евангелию, как его жизнеописание. Что возникает в этой ситуации? Значит, вот возникает большой-большой глобальный номер. Возникает обилие, уже есть обилие мелких номеров лет, которые описываются в локальной хронологии. Это у нас берутся из локальной хронологии, эти номера. Ну и что у нас есть еще? Ну и, соответственно, вот этот год, он, естественно, может быть описан совершенно по-разному, конвенционный год. Мы несколько минут назад показали, что вот этот конвенционный год, он вообще-то может быть описан, грубо говоря, в совершенно разных системах счисления. Эти разные системы счисления, они отражают такой очень интересный в истории математики момент, как сам процесс становления этих самых систем счисления, как процесс развития самой математики. После того, как идут некие события, идет развитие времени и некие, соответственно, достаточно старые, малонужные документы отмирают, они могут просто, благодаря своим не очень большим номерам, благодаря тому, что их номер меньше, чем этот номер начального года глобальной хронологии, они просто могут ложиться на эту числовую ось. В частности, мы показали, что благодаря тому, что фактически годы, которые описывались номерами 1320 и далее, и годы, которые описывались номерами 720 и далее, были практически годами современными, то вот, соответственно, в один определенный момент, определенные годы, которые описывались годами от 720 до 800, ввелась нормальная актовая документация, они нормально описывались, они действительно лежали вот в этом историческом периоде, и они воспринимались как в этом историческом периоде. Парадоксальная вещь, в частности, возникла вот таким образом та эпоха, которую мы отождествляем с Карлом Великим, соответственно, эпоха совокупности источника, которая там лежит. Более того, вот эта вот бутанность в системе исчисления, бутанность и нестабильность в системе основания, которая записывалась года, она, в принципе, приводила ко многим недоразумениям. Отдельные энтузиасты расчета по восьмеричной системе могли и ее пользоваться достаточно долго, не могли ее пользоваться, как пишет ваш покорный слуга в научно-популярных книгах, вплоть до 1501 года. Это результаты достаточно несложных математических действий. Нам известна деятельность первого немецкого кардинала Николая Кузонского, который в качестве одной из своих публичных достижений считается большой способствованием по введению десятичной системы. Он неоднократно настаивал на то, что если у нас не будет конвенционной десятичной системы, у нас не будет ничего. Это можно почитать у самого Николая Кузонского. Вопрос системы лета исчисления является ключевым вопросом. На что в данном случае хочется обратить, что именно в эту эпоху, эпоху 1400+, идет период окончательного конвенционализма. А теперь вернемся. Что делать эстетам? Эстеты. Эстеты, может быть, сказаны не совсем точно. Более точно здесь бы было сказать перфекционисты. Они могут появиться как в результате, соответственно, абстрактного стремления к совершенству, так они могут появиться и резко усилиться в результате тех действий и тех поступков, которые у нас со стороны католического большинства считают неприемлемым. Приемлемым, ну, с каких-то соображений, к примеру, соображений экономических, либо соображений морально-этических, либо каких-то других, они могут легко между собой заключить какую-то другую конвенцию. И таким образом, вместо конвенции от Рождества Христова, у нас легко могла возникнуть другая конвенция, которой было дано условное название «Конвенция от сотворения мира». Есть очень много традиций от сотворения мира, и можно высказывать очень много гипотез о их возникновении. С точки зрения вашего покорного услуги, он приведет самую легко запоминающуюся и самую популярную из них. Уважаемые зрители, материал режется, кромсается, адаптируется к дню сегодняшнему. Не всегда грамматика за этим поспевает. Очень благодарен за понимание. Дело все в том, что мы рассмотрели такой 19-летний цикл. Поверьте мне, соответственно, 19-летний цикл, и он же Метонов цикл. Мы его неоднократно упоминали, что я такое сейчас вам расскажу. Это в обязательном порядке. Он же, ибо он был изначально приписан греку по имени Метон. Он же пасхальный цикл. Какой смысл этого цикла? Если мы представим себе некий солнечный календарь, то ли юрянский, то ли григорианский, в данном случае на небольших промежутках времени 19-летних, это, соответственно, особой роли не играет. Если мы в определенный момент наблюдаем определенную лунную фазу, к примеру, полная луния, новая луния, пятый день лунного месяца, десятый день лунного месяца, 21-й день лунного месяца и так далее. Если мы смотрим в небо и говорим, вот прекрасно, сегодня у нас, к примеру, 1 июля. Сегодня у нас, к примеру, пятый день лунного месяца. Вопрос. Можем ли мы сказать, через сколько точно лет у нас будет этот же самый, этот же самый день 1 июля, этот же самый, пятый день лунного месяца? Мы задаем все таким вопросом. То есть, грубо говоря, имеет ли лунный месяц относительно солнечного некую периодичность? Ответ. Да, имеет. Вопрос. Какая это периодичность? Легко дать ответ. Это периодичность 19 лет. Она была давным-давно измерена. Она приписывается к греку по имени Метон. Именно поэтому называется это Метонов цикл. С этим циклом связан период составления пасхалий, а именно период составления пасхи, а именно 19 лет. Именно с этим, что самое веселое, самое забавное, связан изначальный числовой набор, изначальное число букв в латинском алфавите. Изначально, напомню, уважаемые публики, в латинском алфавите, в отличие от современного английского алфавита, было ровно 19 букв. Другой, не менее занятный факт, и становление алфавитов, соответственно, с цифрой 38, то есть 2 на 19 двойной Метонов цикл, связан набор букв в изначальном алфавите кириллицы. Факт достаточно интересный, достаточно сенсационный, но тем не менее, одна историческая персона по имени Чернолитис Храбр в своих произведениях пишет именно это. Он именно перечисляет все 38 букв изначальной кириллицы. Я выступаю в России перед русскоязычной публикой, где кириллица является государственным алфавитом. И именно поэтому, я надеюсь, российской публике, соответственно, это будет достаточно интересно. Итак, у нас есть 19-летний Метонов цикл, который сыграл роль в становлении хронологии, достаточно серьезную роль. В этом 19-летнем цикле, в этом 19-летнем цикле у нас, 19 лет, что банально, в этом цикле у нас 235 лунных месяцев. Так, я повторяю ошибку спешащего лектора, я, к величайшему сожалению, пишу на не лучшим образом вытертой доске. Я по этому числу 235 еще раз перепишу здесь и с новой строки. 235 лунных месяцев и 6 939 дней. 6 939. Ну, это как можно легко посчитать, если учесть, что положительность одного лунного месяца, это примерно 29,53 солнечных дней. Итак, мы с вами остановились на числе 6 930 дней, как числе дней в Метоновом цикле. Это число находится в удивительном соотношении с числом 1431. Если его вычесть, то мы получим ровно 5 508. А что такое число 5 508 для русской истории, я думаю, всем вам, уважаемые телезрители, достаточно хорошо известно. Это ровно разность числа лет в пересчете между эрой от сотворения мира и эрой от Рождества Христова. Как это обозначается официально? Это обозначается очень просто. Это самое 508. Это аннус мунди минус аннус домини. Пожалуйста. Итак, мы получаем одну, с одной стороны, достаточно прозрачную, с другой стороны, достаточно астрономичную, достаточно логичную связь с ответом на вопрос, как, собственно, именно такое количественное обрамление российской истории возникло. То есть, сперва, естественно, возникла так называемая византийская или греческая эра от сотворения мира, а потом она очень прочно вошла в русскую историю. И российское дело производства в течение 16 и 17 веков, о чем говорит обилие актовых источников, велось именно в системе от сотворения мира. Абсолютно аналогичные гипотезы можно сформулировать относительно введения других эр от сотворения мира. Летоисчислений от Олимпиады можно сформулировать аналогичные гипотезы о египетском летоисчислении. Они единственное, что имеют несколько больше, несколько более громоздкое количественное оформление. Например, возникновение так называемого египетского летоисчислений или египетского года неотъемлемо связано с ровно с высокосным периодом в 1461 год. Он появляется тогда, когда одному египетскому календарю была прописана стабильность, то есть неподвижность, а именно неподвижное начало года. А второму египетскому году была приписана подвижность, тем самым в истории календарей эти два года закрепились как подвижный египетский и неподвижный египетский. Этот календарный процесс, как легко можно посчитать, имел же столько же лет, сколько имел весь високосный цикл, соответственно, то есть столько же, сколько дней находится в одном високосном цикле в продолжительности в одну Олимпиаду, то есть в 4 года, то есть в 1461 день. В принципе, все это есть в работах и книгах вашего покорного слуги. Здесь, что для нас принципиально? Принципиально, что все возникновение взаимосвязано с диагонологичным образом, а именно в тесной связи с эрой Хиджрой и в тесной связи с числом 10 изначальным и записью числам лет возникла так называемая эра от создания города, то есть эра Аб-Ур-Бэкундита. И таким образом, тот процесс, где мы, соответственно, с вами именно в процессе становления хронологии можно, наверное, и остановиться, особенно как для достаточно популярной передачи, это мы можем остановиться на процессе возникновения хронологии где-то примерно в 16-17 веке, когда мы уже, по сути, имеем ответы на вопросы о возникновении каждой из трех самых популярных эр лета исчислений, а именно лета исчислений от Иисуса Христа. Начну загибать пальцы первое, второе – это эра мусульманской хиджи и третье – это христианской эры, российской православной эры от сотворения мира. Три популярных эры мы, соответственно, осветили. И теперь нам хочется перейти к другому вопросу. Всем понятен, что условный конвенционализм, он, в принципе, имеет, в общем-то, одну порочность, соответственно, если мы говорим о том, что, соответственно, некие мифологические события должны были быть приписаны соответственно, нулевому году, то одной группой лиц эти мифологические события воспринимались как события мифологические, другими эти события воспринимались отмете не как события мифологические, то возникает вопрос, а были ли другие точки зрения, были ли какие-то учения, которые в своей природе, в природе своих возникновений, они как-то отвечали на вопрос и отвечали достаточно утвердительно. Нет, уважаемые господа, мы ясно своей природой, своих хронологических учений говорим о том, что, да, К величайшему сожалению, нам не нужно абсолютно всей глобальной хронологической оси относиться с высокой степенью достоверности, что мы в обязательном порядке должны к определенному периоду в истории человечества относиться как к периоду заведомо недостоверному. Ответ – да, такие религиозные и философские учения были. Одно из них – это так называемый иохимизм или учение Иохима Флорского. Это учение предстало широкой публике в XVI веке. Его главный манифест – это книга Иохима Флорского «Экспозицию in Apocalypse» возникла в 1520 году. Здесь мы опять что-то будем писать на нашей доске. А именно, я напишу дату 1520 год. Я напишу название той персоны, к которой он приписывался, это течение, а именно Иохим Флорский. Иохимус Фьоренсис – то произведение, которое вышло в 1520 году. Оно называлось «Выставленное в апокалипсисе». Вот, пожалуйста, 1520 год. Я подчеркну этот год, в чем его была основная суть, в чем его состоял основной интерес с точки зрения становления глобальной хронологии. Дело все в том, что он, Алина Иохим Флорский, в своих работах делил всю мировую ось на три больших периода. Мы опять рисуем нашу ось. Нулевой год и все, что до нулевого года он называл «Период Бога Отца» Падре. Здесь же он совершенно четко описывал первое пришествие Христа. Все, что от нулевого по 1260 год он называл «Периодом Бога Сына» Фириус. То, что имело место после 1260 года, он называл «Периодом Святого Духа» «Санктус» Фириус. Вот, пожалуйста. Таким образом, мы видим здесь легко узнаваемые нами три ипостаси Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа. И мы видим, что их только три, соответственно. Что касается самой жизни Иохима Флорского, то ему была приписана смерть в 1202 году. На 1260 год он пророчил такое очень знаменательное событие, как второе пришествие Христа и наступление эры Святого Духа. Тем самым он очерчивал своим учением совершенно четко хронологический рубеж. Он говорил «Уважаемые дамы и господа, все, что связано с человеческим умом, с явственностью вашего восприятия, происходит строго в эру Святого Духа». И именно поэтому он как бы говорил «Уважаемые господа, именно к этой хронологии, к этому периоду вам нужно относиться как к периоду достоверному». Что касается предыдущих периодов, увы, 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 не за какую достоверность, за хронологию этих событий, которые имели место в этих периодах, я к величайшему сожалению не несу. Итак, вот у нас Бог-Отец, и так вот у нас Бог-Сын. А пожалуйста, что еще характерно? Еще характерно, что этот период он полностью приписывал Ветхому Завету, Беттус Тестаментус. Этому периоду он приписывал Новый Завет, Новус Тестаментус, этому периоду. И, соответственно, каждый из этих периодов он делил условно на 7 периодов более мелких, и каждый из этих периодов более мелких ставил в соответствии один период к другому. Именно тогда в его работах, в частности в экспозиции «Инапокалипсис» и в другой его работе «Liber Figurarum» Книга чисел. Именно в этой книге чисел он излагал идеи этого параллелизма. Значит, сейчас, в принципе, это «Liber Figurarum» легко находится и легко смотрится на сайте общества Эохима Флорского, которое было сделано университетом из итальянского города Бари. И там, кстати, регулярно проводятся конференции, посвященные его жизни и его творчеству. И вот, пожалуйста, «Liber Figurarum» — это, соответственно, одно из ярких воплощений идей параллелизма. Здесь хочется обратить внимание на две вещи. Первое. Впервые за мировую историю звучит идея параллелизма как таковая. Здесь Эохим Флорский. Второе. Эта тема неоднократно обсуждалась на многочисленных дискуссиях, которые мели-мели в интернетских форумах. Эта тема в очень малой степени представлена в произведениях Морозова, несколько большей степени. Она представлена в произведениях Фоменко. У Морозова параллелизма второй и третьей Римской империи появился в общей сложности непонятно откуда. У Эхима Флорского всё выглядит таким образом, что всё представляется значительно проще. Это первый момент, который возникает. А теперь, соответственно, второй момент, который возникает. А как же, собственно, дальше учение Эхима Флорского развивалось? Очень просто. Тогда, сразу же после выхода, а именно в 20-е, 30-е, 40-е годы, 16-го века, имело место много дискуссий по этой теме. Имело место очень много дискуссий по теме его хронологических учений. Более того, было очень много трактовок. Более того, обилие этих трактовок приводило к тому, что ряду лиц было приписано стойкая последовательность, стойкая преемственность его идей. И соблюдение этих идей канонически буква-буква – это одна группа исследователей. Что касается другой группы исследователей и других группы выступающих, то им было наоборот приписано не лучшее отношение к идеям Эхима Флорского. И им был приписан так называемый псевдо-химизм. Собственно, о напряженности дискуссий между двумя этими общественными группировками говорит хотя бы факт обильной литературы, факт большого числа авторов, которые приводят как к одному, так и к другому течению. Это с одной стороны. С другой стороны, учение Эхима Флорского имело одну особенность. Эта особенность состояла в том, что помимо хронологии у него достаточно широко рассматривается социальный вопрос. И в частности у него рассматривается такой теологический вопрос, как вопрос построения царства Божьего на земле, который время от времени по мере развития католической церкви и любой другой церкви возникал. И время от времени этот вопрос охватывал широкие массы. И со временем, после обильных дискуссий в XVI веке, нам известен как период грандиознейших сражений между представителями католической, представителями протестантской церкви. А религиозная рожда выглядела таким образом, что это часто приводило к войнам. Этот период зафиксирован в истории человечества как период на редкость интенсивных войн. Именно в этот период фигурирует такое понятие, как войска Папы Римского. И войска, которые им противостоят с вражеской стороны. И именно поэтому как-то со временем учение Ахимов-Флорского, именно хронология, она понемножку шаг за шагом начала отходить на второй план. О его книгах, тем не менее, интеллектуалы тогдашней эпохи знали. Они были достаточно популярны. Интересовались очень многое кто. Их учением в том числе известен интерес к учению иахимитов со стороны рыцарского ордена розенкрейцеров. По крайней мере, если верить одному из интернетовских сайтов, который рассматривает об истории ордена розенкрейцеров, первые годы, первые десятилетия после своего возникновения, а именно в 60-е, 70-е годы 16 века, ряд магистров этого ордена интенсивно интересуются этим учением, интенсивно собирают литературу, коллекционируют книги и т.д. и т.п. Таким образом, имеет место один удивительный процесс. И первичный исторический альтернативизм, которым можно легко, просто и беспроблемно, и с легкой совестью назвать учение иахима Флорского, он понемножечку начинает консервироваться. И исторический альтернативизм в целом можно называть не вообще исчезнувших со страниц мировой историографии, его можно охарактеризовать как превратившийся в одну из компонент некоего тайного учения. В одну из компонент некоего тайного учения, в известной степени розенкрейцеров. Учитывая то, что имя этого рыцарского ордена несколько раз в течение 17, 18 и 19 веков плывало на поверхность, можем легко говорить, что если они действительно и хвастались, и козыряли некоторыми своими, и выставляли бы на показ свои претензии на некое знание тайного веков, то я хочу показать, что их претензии были как минимум небеспочвенными. И можно легко понять тогда, если рассматривать Исаака Ньютона, знаменитого английского ученого, величайшего интеллектуала эпохи рубежа 17-18 веков, в равной степени в качестве такового можно рассматривать одного из крупнейших эрудитов Франции этих же времен, Жана Ардуэна. Он был главным библиотекарем короля солнца Людовика XIV. Можно себе представить, сколько книг он держал в руках и сколько книг он прочел, соответственно. Именно поэтому можно понять, что скептическое отношение к хронологии древности и средневековья было абсолютно понятно. То есть мы видим, что два крупнейших интеллектуала, Исаака Ньютона и Жана Ардуэн, эпохи рубежа 17-18 веков, позволяли себе критичные отношения. Другой вопрос, что, к моей точки зрения, произведение Исаака Ньютона, улучшенная хронология веков, произведение в известной степени не самым удачным с научной точки зрения, это лично моя оценка, собственно, сам Ньютон от него и открещивался, и оно было издано только после смерти Исаака Ньютона. Как у меня сложилось впечатление, как у исследователя, абсолютно без его ведома, это немножечко другой вопрос. Именно в таком виде этот импульс мог дойти до более поздних исследовательных альтернативистов, в частности, он мог дойти до швейцарца Бадлауфа и до Николая Александровича Морозова, именно в таком виде он мог дойти до весьма-весьма пытливого исследователя эпохи Карла Великого Вильгельма Камайера, которые, собственно, их начали пропагандировать. Именно в таком виде он мог дойти до такого неизвестного деятеля в области теософии, как мадам Блаватская, которая, как известно, сделала одну совершенно удивительную вещь. Она в двух-трех намеках, которые фигурируют на страницах ее произведения о возрожденной Изиде, она совершенно четко дала знать, что ей какие тайны, все-таки она в курсе. Что еще можно сказать в этой связи? Я хочу вернуться еще раз к дате 1520-й год и задать следующий вопрос. А что нам известно о мировом летописании? Что касается мирового летописания, то у нас все мировое летописание, оно актовые источники для нас не представляют никакого интереса. Мы о них, собственно, уже рассказали, соответственно. Что касается глобальных хроник, то есть хронологических списков. Здесь мы так или иначе выходим на такую совершенно замечательную персону, как персону святого Евсевия, точнее Евсевия Памфила, и персону святого Иеронима. Они именно, именно этим ипостасям, именно этим фигурам было, в конце концов, приписано появление глобальных хронологических канонов. Ваш покорный слуга занимался этим вопросом в течение долгого времени. Я могу сказать сразу несколько вещей, которые их касаются. Жизжевский лидер известен тот факт, что их достаточно интенсивно собирал. Известен также тот факт, что первые хронологические каноны были изданы в Милане в 1475 году. Если я сразу напишу, о чем идет речь, это хронологические каноны. Они вышли в 1475 году. Они вышли сразу же в печатанном виде, они имели ряд продолжений, и конечным годом был 448 год нашей эры. В их названии фигурировали многое кто, соответственно, там фигурировали имя святого Иеронима, фигурировало имя святого Евсея, фигурировали имена ряда их продолжателей. И, соответственно, что касается следующих канонов, то они были изданы быстро в 1481 году. Они были приписаны Матео Пальмиери. Они были доведены до 1449 года. Этим исследователем Матео Пальмиери было в течение шести лет, как мы видим, проделана гигантская библиографическая работа. Он насобирал источники на целое тысячелетие. И, соответственно, в конце концов, представил хронологические каноны в этом виде. Давайте мы сейчас обе эти даты зафиксируем. Каким годом эти каноны начинались? Эти каноны или списки царей, они начинались годом, первым годом по эре Абрама. А первый год по эре Абрама был ровно за 2016 лет до наступления эпохи Рождества Христова. В принципе, они переставляют в себя отдельные списки. Иллюстрации из этих списков мы вам постараемся показать. Они представлены в книге. Но что в связи с рассказом, с кратким и беглым рассказом о хронике Евсей Веронима, мне хотелось бы сказать. Мне хотелось бы обратить внимание на одну очень интересную вещь. Мы пишем три даты. Первая дата – 1440 год. Это дата начала книгопечатания. Давайте вспомним имя Иоанна Гутенберга. 1475 и 1481 год – это годы выхода хронологических канонов. То есть годы провозглашения магистрального учения, а именно того учения, о котором договорилась та группа лиц, которая в конце концов представилась католической церковью. И мы имеем следующую дату. Мы имеем дату 1520 год. Оформление маргинального течения, в данном случае, химофлорского. Мы видим очень даже небольшую временную дистанцию. То есть мы видим временную дистанцию буквально 38 лет. То есть, как мы видим, это отнюдь, вопреки чаяниям Николая Александровича Морозова и Герберта Иллига, которые вот ими высказывались открытым текстом, это отнюдь не нужно было никаких тысячелетий, нужно было всего лишь 39 лет, чтобы оформилось как учение магистральное, так и учение маргинальное. Ну, вот, пожалуйста. Что здесь хочется сказать в этой связи еще? В этой связи еще, если говорить о такой персоне, как Жозеф Жуцкалюгер, то он абсолютно имел дело уже практически с готовым хронологическим костяком. Что он сделал нового? Он просто сделал сквозную нумерацию от своего дня до дня, который он счел наиболее удобным для провозглашения первоастрономического дня. Сейчас сквозная дата дней практически никем не применяется, кроме профессионалов-астрономов. Все остальное, например, где удобство оперированием дней, номер которого записывается шестизначными цифрами, в общем случае, очень непонятно. Значительно проще оперировать, естественно, календарными моментами. Что касается неких шагов по формализации российского исторического альтернативизма, ну, можно чуть более роскошно российской междисциплинарной школы исследования общественных процессов или просто российской междисциплинарной естественно-учной школы. В принципе, уже можно подводить определенные итоги, уже можно переходить с такого уровня, как любительщина, на такой уровень, как профессионализм. Ибо, в величайшем, к сожалению, ряд проектов стоит следующим образом. Если мы хотим действительно познать истину, то мы должны сделать определенные затратные вещи. Всем тем людям, которые хотят проявить добросовестность и в изложении тех или иных исторических фактов, и которые хотят спросить наше мнение на то, как нужно этих самых принципов добросовестности придерживаться, мы в качестве очень короткой шпаргалки можем изложить следующее. Все от 16 века и выше, ближе к нашим дням, скорее всего, достоверно. Все, что традиционной истории приписывается в 14-15 веке, мы ставим плюс-минус. Здесь нужна обильная исследовательская работа, многое подвержено сомнению, многое нужно переосмыслить, многое нужно узнать, обо многом нужно договориться. Все, что лежит в 14 век, 13 век и древнее, увы, 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 мы настоятельно советуем, чтобы вы подвергали сомнениям. Именно поэтому мы здесь ставим знак минус. И настоятельно советую ко всем датировкам, с точки зрения хронологии, относиться как можно более критично. Уважаемые наши коллеги по исследовательскому церкви, позвольте нам, как представителям российской междисциплинарной естественно-научной школы, вас к этому призвать. Сейчас хочется повториться, мы будем издавать книжечку авторства вашего покорного слуги под названием «Как возникла хронология». Второе издание книги «Как возникла глобальная хронология» обязательно будет выпущено. Причем с учетом всех замечаний и дополнений, которые накопили за 13 лет, прошедших с ее выпуска в 2010 году. Это очень популярная версия диссертации. А также с учетом нового накопившегося материала. Тем самым книга и видеоматериалы будут друг друга органично дополнять. Причем в электронном виде. Мы постараемся. Вот такой еще вопрос. Может быть, он не очень относится к теме Антои, о которой вы говорили, но тем не менее он очень многих занимает. Это относительно календаря лета исчисления мая. И проблема 2012 года. То есть, насколько это правомерно вообще судить о окончании мира? То есть, сейчас говорят, что 2012 год – это будет время апокалипсиса и так далее. Как к этому относиться? И что вы думаете по этому поводу, с вашей точки зрения? И каково ваше отношение к календарю мая? Непозрежно с календарю мая я не работал. Мое отношение к нему – он стал известен широкой общественности в Европе ровно после ознакомления европейцами с культурой Мексики. Основной источник по календарю мая являются дневники и записки Кортеса. Что касается культуры мая, если я не ошибаюсь, там был приписан… Сейчас вы мне можете поставить, если у меня вдруг неверное представление. Насколько мне известно, одной из мексиканских календарных культур был приписан сквозной счет дней. Насколько мне известно. Сокосец сквозного счета дней здесь сразу же выходит на первый план его неестественность, этого календарного приема. Это скорее была бы мифологема, которая была поставлена в качестве примера Жозефу Жуфту Скаллигеру, который, как известно, поставил перед собой достаточно большое количество искусственных задач, которые не имели перед собой насущной необходимости, в частности, ну да, вот идея сквозного счета дней. В принципе, могла возникнуть элементарно такая мифологема, что якобы, согласно этой мифологеме, этой самой сквозной счет дней приписывался именно жрецам народности Майя. Что касается любой эсхатологии, то есть пророчеств конца мира в определенные даты, то я настоятельно бы призвал уважаемую публику не проникаться и не брать себе в голову подобные пророчества. Ибо ничего серьезного они, как правило, из себя не представляют. И, как правило, кто у них заинтересован? Ну, заинтересованы в них те, кто занимается нагнетанием некой паники в обществе. Вот если есть некая заинтересованность механизма по нагнетанию паники, это, ну, этот механизм работает. Здесь интересно немножечко другое. Здесь немножечко интересно другое. Я позволю себе на ваш вопрос ответить как можно более расширенно. Дело все в том, что то, что в российской религиозной литературе называется «Конец света», очень часто в английской религиозной литературе называется «The end of time». Более подробно я хочу порекомендовать книгу замечательного американского профессора Фрэнка Борхорда. Называется «Германский миф в эпохе Ренессанса». Эта книга есть в нашей исторической библиотеке, ее легко почитать. Кроме того, книга есть персонально у меня на моей книжной полке, ее можно легко почитать. Там достаточно хорошо расписаны весь процессы, роли эсхатологии, а именно учений о конце света и учений об источниках ужаса в тех или иных учениях. В частности, источники ужаса очень часто возникали тогда, когда, к примеру, человек сталкивался с каким-то числом, например, с четырехзначным числом, например, 1383. При этом он понимал, что он явственно может ощутить только число 83. Все, что связано с 1300, не может явственно ощутить. Значит, просто он всю свою жизнь прошел, грубо говоря, как житель XIV века, под числом 1300. Он, соответственно, другими двумя цифрами его жизни не описывался. И он видел, что, соответственно, только две последние цифры играли какую-то существенную хронологическую роль в его жизни. Первые две не играли. Именно поэтому его брал очень часто спортивный интерес. Таким образом будет выглядеть его жизнь, когда вдруг эти первые две цифры поменяются от 1300 на 1400. Именно от этого возникал некий ужас. Особенно, когда ему на это указывал пальцем какой-то религиозный проповедник. Ну, понятно. Как будто бы то же самое, как с проблемой 2000. Полная аналогия. Перейти в новую эру. Полная аналогия. Спасибо большое. Пожалуйста. Кстати, я хочу обрадовать все ныне живущее человечество. Как ясно следует из изложенного. Мы оказались единственным поколением в истории человечества, которое действительно перешло явственный рубеж из одного тысячелетия в другое. К сожалению, наши предки, которым приписывается переход из первого тысячелетия в другое от Рождества Христова, скорее всего, подобного удовольствия были лишены. Владислав, скажите, вот насколько я знаю, то есть, вернее, вы перечислили ряд товарищей, которые в неравной борьбе, там, ведут неравную борьбу с превосходящими силами исторической традиционной науки. Вы примкнули к лагерю альтернативистов, как вы их называете. В том числе упомянули Кеслера и Довиденко, уважаемых членов общества. Скажите, вот у них есть такая очень интересная разработка, как катастрофа, условно называемая, скажем так, 13-12, давайте назовем ее. Это удар метеорита по Фарежским островам. И вы очень интересно рассказали, здесь вот чертили свои хронологические шкалы. И там, в общем-то, очевидно, вытекает по времени зарождения самой хронологии. И, в общем-то, что интересно, ихнее становление по Кеслеру и Довиденко, вернее, скорее даже по Довиденко и Кеслеру, становление вообще человечества произошло приблизительно в это время. Что вы можете сказать? Ну, замечательное совпадение, Александр Сергеевич, вам большое спасибо. То есть вы согласны, знакомы ли с этой теорией? Нет, знаком, более того, упоминаю своим книгам, более того, привожу в качестве одного из своих самых громких и веских естественно-научных доказательств утверждение о том, что именно с 1260 года, то есть, можно хоть как-то, хоть каким-то событием в истории человечества относиться в известной степени с доверием. Владислав, вы не подгоняли, что называется, ответ? С вашего позволения. То есть это как бы случайно произошло? Вы со своей стороны исследовали тему и Довиденко с Кеслером, скажем, разрабатывали эту тему. Так совпало? Здесь ситуация следующая. Когда я занимался разработкой логического формализма и реконструкции истории человечества, там на первом этапе строится очень много, каких угодно, версий из реконструкции истории человечества. Далее, в конце первого этапа идет резко правило схлопывания, и на втором этапе, и самое главное, рейтинговое сравнение. А рейтинговое сравнение что дает? Это различные факты из совершенно других областей, которые просто должны указывать и должны показывать, по каким версиям идет хорошее совпадение, по каким совпадение похуже, по каким вообще совпадение. То есть идет чисто мат-статистика. Так вот, с какой точки зрения здесь хорошо ложатся и разработки, и открытия действия Родовиденко, а также и гипотезы, если можно так сказать. Они хорошо ложатся с той точки зрения, что мы имеем учения Иохима Флорского с одной стороны, и данные гляциологии, а именно науки по изучению льдов и катастрофизма, а именно науки по изучению мировых катастроф, и с другой стороны. То здесь мы имеем совершенно удивительно замечательное совпадение. Ну, кстати, насколько я помню, гляциологические данные как-то стали сильно опровергать в последнее время. Это, по-моему, разработка Чумичева, если я правильно помню, была. Это он искал в гренландских льдах, там вот эти вот какие-то черные прослойки нашел, а потом выяснилось, что это, в общем, совсем не то, нет? С Вашего позволения, значит, гляциология эта наука достаточно тонкая. Лед, в зависимости от того, зимоснежный или зимобеснежный, насколько этот метод нельзя назвать абсолютно точным вообще, что говорить, методом точно физического измерения времени вовнутрь, то, в принципе, точных методов измерения времени на глубокие времена, в принципе, нет. Это радиоуглеродный анализ имеет свои ограничения, дендрохронология имеет свои ограничения. То есть мы можем строго в отдельных случаях говорить, соответственно, нужно сказать, я обязан просто упомянуть фамилию еще одного нашего замечательного сотоварища Станислава Георгиевича Покровского, который, благодаря своей экспериментальной деятельности, осуществил замечательнейшее экспериментальное опровержение дендрохронологического метода. Да, было такое. Да, 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 вот я называю, соответственно, и буду искренне рад, если здесь появится Станислав Георгиевич Покровский. Сейчас нет, но когда-то должен. Да, но когда-то должен, да, я на это искренне надеюсь. Спасибо большое, Владимир Владимирович, великолепно, по-моему, провели мы с вами время, было очень интересно. Надеемся, что еще как-нибудь вы нам расскажете что-то новое, но столь же интересно. Обязательно, новое будет обязательно. Спасибо. Александр Сергеевич, большое спасибо. А на этом, уважаемые дамы и господа, мы с вами прощаемся. До новых встреч на канале Спорт, Наука, Искусство.